МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Однажды Уинстон Черчилль сказал, что своим долголетием он обязан спорту. И добавил, я им никогда не занимался. Возможно, так оно и было, но англичанин словом не обмолвался о докторах, которые его лечили. Благодаря им он был в хорошей форме, и это несмотря на переедание и алкоголь. Здравствуйте! В эфире очередная программа «Правда и справедливость» в студии Эдуард Истомин. Скажу, что фраза Черчилля поневоле напросилась в программу, хотя ничего общего с нашими темами, на первый взгляд, нет. Тогда что же получится, если ее адаптировать к нашей передаче? Ну, например, сказать, что своим долголетием дом обязан капитальному ремонту, а потом добавить. Им-то мы как раз и не занимались. И тогда первоначальная логика летит в пропасть. Увы, мистер Уинстон, с ЖКХ такие фокусы не прокатят. А с учетом того, что в Ульяновске есть дома, которые исключили из региональной программы капремонта, смысл англицкой фразы полностью нивелируется. Но тут уже вмешивается жилищное законодательство. А вот оно у нас иное, нежели на Туманном Альбионе. И самое интересное, будущее этих многоквартирников также весьма туманно. Иными словами, хотелось как лучше, а получилось лучше не вспоминать. Делать капремонт или доказать в суде, что на Марата-17 жить нельзя? Эта дилемма терзает его жителей. Люди не найдут нить Ариадны, чтобы выбраться из коммунального лабиринта. Не может за нас телеканал России пойти сказать, слушай, давайте сделаем капитальный ремонт. Это мы должны понять решение. В доме из-за неисправной электрики недавно сгорела одна из комнат. Сейчас она не жилая. Из-за нее людям грозит холод зимой. Ведь окна-то нет. Я поражен той ситуацией, которая имеется на сегодняшний день. Я прошел оба этажа. И я понял одно, что этот дом к зиме не готов. Здесь открыт даже контур. Кроме того, балконы в любой момент могут обрушиться на голову. Людей беспокоит и крыша. В ней дырка на дырке со всеми протекающими последствиями. Крыши и стены, все это у меня постановление прокуратуры, что оно должно мне были 20 мая 2019 года устранить. И до сих пор мне никто ничего не сделал. Это все с потолков. Вот это все льется. Вот это плесень. Потолок весь у меня в плесните. И до сих пор никаких решений нету по поводу этого. Сзади в здании тоже дыра. Однажды коммунальщики что-то выкапывали за домом, да и задели ковшом стену. Теперь в ней дефицит кирпичей, как и в подъезде стекол. Ну как так жить дальше? Мы не живем, а выживаем. Услышьте, пожалуйста, нас. Помогите в беде нашей. Никаких мер, нигде ничего не принимается. Здешние управляйки меняются, как перчатки. Но назначает их город. Такой подход сродни общественной нагрузке. В этом году на вахту заступил техностарт. Без документации на дом, но с тарифом 25 рублей с квадратного метра. При этом никаких денежных средств ни из бюджета муниципального образования города Ульянска, ни из других бюджетов нам на этот дом направлены не были. Мы пришли сюда и столкнулись, ну вы сами видите с чем. На Марата 17 4 квартиры. Все они коммунальные. В них по 9 комнат. Как приватизированных, так и муниципальных. Объединяет их то, что везде разруха. Но мы ремонтируем лишь общедомовое имущество, парируют коммунальщики. Тот текущий ремонт 5 рублей, который у нас есть. Начислено за текущий период по данной строке 40 тысяч у нас. Понимаете, мы не можем выполнять работу без денег. Мы не можем покупать материалы. Люди возмущались текущим ремонтом крыши после пожара. На этих кадрах видно, что латает ее дешево и сердито. В ходе споров всплыл другой факт. Дом платит за капремонт, но его нет в областной программе. Выяснилось, что они вообще за него платят изначально и с квитанцией жителей, когда они к нам начали обращаться. В фонде модернизации ЖКК пояснили, что здание на Марата-17 нельзя ремонтировать через общий котел. Ведь по закону дома, где меньше пяти квартир, в областной программе не участвуют. Собранные с людей деньги фонд обещал вернуть. Данный возврат делается либо по заявлению собственников помещений, либо с личным участием, чтобы они пришли к нам в фонд и уже написали заявление. Либо вернуть денежные средства на лицевой счет в РИЦ, где они обслуживаются, либо на расчетные счета их личных карт. Но возврат денег не решает проблем на Марата-17. Одна лишь замена крыши обойдется жителям дома в 3 миллиона рублей. Такую сумму за короткий срок собрать проблематично. На все наши интересующие вопросы управляющая компания не дала нам ни одного разумительного ответа. То есть это все было настолько поверхностно, что они пришли год назад, залатали нам какие-то дыры. Мы сейчас со своей стороны будем проводить аварийный ремонт тех моментов, которые у нас появились за зиму. Но перед отопительным сезоном необходим капитальный ремонт. Смета будет рассчитана. Коммунальщики надеются, что с финансированием удастся определиться. Они рассчитывают на понимание собственников дома и поддержку властей. Ну а теперь посчитаем, сколько нужно денег заплатить людям, чтобы капитально отремонтировать крышу. Итак, в доме порядка 700 метров жилой площади. Цена новой кровли 3 миллиона рублей. А значит, с одного метра жилой площади требуется внести на ремонт приблизительно 4 тысячи рублей. В итоге с 17-метровой комнаты требуется уплатить около 70 тысяч. Если разнести платеж хотя бы на год, то ежемесячно нужно платить дополнительно по 5,5 тысяч рублей. И это помимо текущей коммуналки, которая и так влетает людям в хорошие копеечки. Но при этом я же умолчал про инженерику, фасад с балконами и отмостку. Про остальное даже говорить не буду. Но даже если бы дом на Марата-17 ремонтировался через общий котел, то и здесь вопросов можно было накидать целую тележку. Прежде всего к организаторам капитального процесса. И вот тут начинается самое интересное. Лет 7 назад нас уверяли, что процесс этот как раз пошел. Но в итоге зашел в тупиковую зону, зато теперь общественники гадают, что будет дальше с работами. Да и краткосрочный план скукожился, как шагреневая кожа. Иными словами, пробуксовочка вышла. Областная программа капремонта требует оперативного вмешательства. Финансово устойчиво фонда модернизации ЖКК на низком уровне. В области уже забросили комплексный ремонт домов, перейдя на выполнение отдельных видов работ. Причем без каких-либо приоритетов. К примеру, на Липник-то три. Нужен ремонт инженерики и кровли, но ремонтируют почему-то фасад. Почему сегодня проинновированы требования закона с одной стороны, с другой стороны, требования людей, которые формировали эту программу. На совещание пригласили представителей министерства ЖКХ и фонда. По их словам, в новом краткосрочном плане 201 дом. Хотя ранее в программе их было больше, чем полторы тысячи. Но Ларчик открывался просто. При формировании краткосрочного плана учитывается финансовое состояние фонда. На сегодняшний момент долги фонда 770 миллионов рублей. Долги фонда модернизации ЖКХ зашкаливает. Только подрядчикам он задолжал почти полмиллиарда рублей. В профильном министерстве разводят руками. Размер взноса на капремонт невелик. Нет регионального софинансирования. Зато есть третье несчастье. Выстрелило. Это подорожание строительных материалов. В ноябре прошлого года лист оцинкованного металла на кровлю стоил порядка 320-340 рублей за погонный метр. В этом году он у нас стоит уже 720 рублей. Фонд также не перечислил 300 миллионов рублей на спецсчета тех домов, которые покинули общий котел. При этом сборы с них ранее ушли на комплексный ремонт других жилых зданий. И это стало миной замедленного действия. Потому что Оренбургская 32, получив 11 миллионов соседних домов, которые потом перешли под спецсчета, они говорят, мы же деньги собрали. Дайте нам наши деньги. В итоге фонд в предбанкротном состоянии. Но его руководители почему-то не выражали публичных опасений, хотя о надвигающейся проблеме знали. Вот и сейчас им нелегко даются эти слова. Мы выходим с предложением о повышении минимального взноса, это раз, и о финансировании программы, и закрытии долгов фондом, то есть поднятие финансовой устойчивости фонда. Зачищу. За помощи просим в региональном бюджете сроком на 3 года. Многие муниципалитеты так и не расплатились с фондом по взносам, а это сотни миллионов рублей. В итоге из-за финансовых дыр капремонт под угрозой. И проигрывают в основном те дома, которые отремонтируют в конце программы. А в итоге к 40-м годам их денежные средства просто съест вот эта вся инфляция и девальвация. И на эти деньги, которые они копили 40 лет, 30 лет, нельзя будет ничего сделать, кроме отмостки. Я про то, что надо переходить на специальный счет. Позабытый прекрасный 185-й федеральный закон, он был бы как не кстати сейчас. Даже сейчас собственникам предложить 50% участие, это была бы уже отличная помощь для собственников. На заседании комиссии говорили об обращении в Москву, потому как в других регионах схожие проблемы. Кроме того, надвигается замена лифтов, а это огромные суммы. Но миллиардные расходы глубинки не потянуть. Иногда, мне кажется, год влияет на поведение людей. И если скоро Олимпийские игры, то и нам нужно хранить олимпийское спокойствие. Но как его сберечь, если проблема есть, однако она не расшивается? Ну а время тикает дальше, усугубляя трудности сегодняшнего дня. И об этом напоминает наш сегодняшний эксперт в студии. И не согласиться с ним, это все равно, что заниматься маниловщиной. А нам этого как раз и не хочется. И сегодня у нас в гостях Александр Олегович Потапов, член общественной палаты Ульяновской области. Александр Олегович, здравствуйте. И приступим к нашей беседе. Вот лично я помню, как трудно было убедить людей участвовать в региональной программе капитального ремонта. Это, знаете, вот такое впечатление, как будто рвали рубаху и говорили, что общий котел всех спасет. Ну вот, я не знаю, прошло время и наигрались в эту складчину. Началось-то, видимо, это не сегодня. Как же мы все-таки докатились до этого? Добрый день, уважаемые телезрители. Эдуард. Да, я помню, как это все начиналось. Как в старой доброй песне, да. Было это в 2014 году. Ну, 2014 год это был декабрь месяц. Он перешел сразу же в 2015 год. И для того, чтобы убедить население, собственника в первую очередь, начать платить, это, конечно, был очень сложный процесс. Градус, уровень доверия к этим вношествам в ЖК, конечно, был очень низкий. И граждане с большим нежеланием начинали этот процесс. Вот, как раз мы этим и занимались. Мы начинали информационно-процветительскую работу среди населения. Пытались донести, что капитальный ремонт – это будет благо. Первый год начали ремонтировать дома капитально. И, естественно, стали это освещать средствами массовой информации. Люди увидели, что реально начались процессы капитального ремонта. Сложности начались чуть позже. Я помню, как в порыве, чтобы каким-то образом показать всей стране, какие мы молодцы, была принята инициатива, и в том числе исполнительные органы государственной власти в нашем регионе решили отличиться тем, что начали капитальный ремонт и придумали название «Комплексный капитальный ремонт». У нас был принят минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Это раз, который, кстати, до сих пор является самым низким в России. Так это же хорошо. Манны небесной не бывает, чтобы просто так вот все прилетело и все отремонтировалось. В том-то и задумка, что раз народные деньги, то должны ими фонд, должен все просчитать, продумать. И каждый гражданин должен получить качество и эффективность этого ремонта. Так вот взносы у нас были на тот момент, по-моему, в районе 5 рублей 20 копеек. 5 рублей 20 копеек, это 15-й год. И начали капитальный ремонт комплексный. А случилось то, что берем классический, допустим, дом двухэтажный, трехподъездный. Это классика жанра, в области у нас практически все такие дома. Начинается комплексный ремонт, тратится на него в районе 12-15 миллионов. Программа у нас рассчитана с 2014 по 1944 год. Если элементарно посчитать, то на тот момент 5 рублей 20 копеек, которые были определены для взноса, население собирало максимум миллион рублей до 1944 года. А затрачено, еще раз повторюсь, 12-15 миллионов. Вот этот разрыв никто не подумал. Было такое принято решение, да, типа, благо для людей, мы не будем увеличивать размер взноса. Нужно прекращать заигрывать. Людям нужно честно, откровенно рассказывать, на что их подписали по этой программе. На что люди могут рассчитывать, платя взносы эти. На что они могут рассчитывать. Скажу откровенно, вот, опять же, возьмем ту ситуацию, дом, да, двухэтажный, трехподъездный. Скатная кровля, она сейчас стоит в районе 2,5-3 миллионов. Даже по 5,80 платя они не смогут собрать эти деньги. Люди увеличивают размер взноса. Ну, это нормально. Да-да, давайте посмотрим, о какой комплексности можно говорить, если люди до 44-го сделают только всего одну кровлю. При этом, опять же, никакого софинансирования со стороны региона так и не последовало. Это очень хорошая идея. В некоторых регионах, ну, не в некоторых, а во многих уже, принято на региональном уровне, допустим, 70 на 30. Что это такое? Это 70% значит взносов платят собственники, а 30% оплачивает бюджет региона. Если исходить из этого, то это была бы отличная помощь и градус доверения к власти. Было бы другой совсем, когда бы народ видел, что о них заботятся, думают и пытаются действительно реально помочь. Опять же, что это был за ремонт? Насколько он качественно делался? Ну, или, может быть, все-таки, если это говорилось, то это исключительно для журналистов так говорилось, что у нас отличный, хороший, качественный ремонт. Какой он на самом деле? До этого рапортует, что у нас в город Ульянов, допустим, возьмем всю программу, отремонтировано капитально, допустим, 400 домов. Звучит? 400 домов капитально отремонтировано. Жилищные условия улучшили столько-то жителей. Ну, ребят, если мы говорим о качестве проведения капитального ремонта, то я понимаю, это стопроцентная замена всего инженерного состава. По факту у нас получается и 30, и 40, и даже 50% есть такие дома, где не поменена инженерка. Сделали себе красивые ремонты, замуровали все инженерку свою, и они не хотят ломать свой внутренний ремонт. Естественно, получается рваный капитальный ремонт. Если говорить о проекте, это отдельная песня. Конкурс объявляется подрядной организацией, которая это выполняет. Но самое интересное, эти проекты потом никто не проверяет. Я с этим столкнулся с «Северный Венец-13», замена системы центрального отопления. После капитального ремонта системы центрального отопления проектная нагрузка дома на тепловую энергию увеличилась в два с лишним раза. Ого! Что же это за капитальный ремонт? А вот! Я потом спросил и сказал, а за чей счет праздник потом будет? Кто будет оплачивать? А согласовали ресурсники, согласовали, естественно, собственники, которые в этом практически ничего не понимают. Согласовал управляющая компания, согласовал фонд. Так самое главное, ресурсники, согласовав его, я их не то что поймал, а вывел на то, что они абсолютно даже не ознакомились с этим проектом. Просто подписали и все. Существуют ли такие схемы, что все-таки у нас привлекает на суп подряд шабашников, так называемых варягов? Есть такое. Есть такое. Неоднократно встречал тоже. Что там за качество тогда такое будет? Интересно. Это же люди приглашенные. Люди приглашенные. Сегодня приехали, завтра уехали. Неизвестно вообще специалисты ли они, профильные или не специалисты. Такое тоже случается. Такое тоже и наблюдал. Вот как выяснилось на последнем заседании профильной комиссии общественной палаты, выясняется, что долги у фонда практически 800 миллионов рублей. Где вот сейчас взять 800 миллионов рублей, чтобы закрыть эту дыру финансовую? У нас учредителем фонда является правительство Ульянской области. И то есть все вот эти вот критические моменты, которые сейчас возникают, учредитель должен будет возместить населению. То есть из нашего бюджета они должны пойти не на больницы, не на детские сады, школы. Они должны теперь возместить нехватающую сумму денег для фонда. И исполнитель самого капитального ремонта фонд уже задолжал за 2020 год. Сейчас уже эти подрядные организации обратились в суды. Это опять же и судебные издержки, и все опять с фонда будет. А тут давайте поговорим еще о дисциплине. По факту что получается? Значит, мы людей и просуживаем, мы убеждаем их, люди верят, взносы платят. Кстати, население это самые добросовестные платильщики, кстати. А что у нас по факту получается другому? У нас есть еще и муниципальная собственность. То есть в домах есть муниципальное жилье, за которое администрация города, мэрия, обязана производить взносы на капитальный ремонт. Я вам скажу больше. Добросовестно и добровольно мэрия еще ни разу этого не сделала. Все происходит только через арбитражный суд. Город Ульяновск на сегодняшний день долг составляет 307 миллионов. Есть еще одна дыра у фонда модернизации. Это вот по спецсчетам нужно деньги возвращать. А тут где-то около 300 миллионов рублей. Я так понимаю, задолженность накопилась. Но люди-то по закону должны получить это от фонда. Здесь вот как-то тоже должна может быть субсидиарная ответственность включаться. Они не могут людям вернуть эти деньги. У них просто их нет. То есть патовая ситуация. В таких случаях обычно, если это, допустим, были бы просто два партнера, которые вели свой бизнес, это называется банкротство. Когда один из участников не может выполнить условия контракта. Это называется банкротство. А они не могут выплатить фонд. У них нет этих денег. Они сейчас должны по спецсчетам больше 200 миллионов отдать людям. Это при условии, что уже год прошел. Это уже сверхгода срок. Они не могут отдать деньги. Теряется догадка. А дальше-то что? Ну вот тут как раз и возникает ответственность. Учредители. Учредители, конечно, конечно. Учредитель. А так как это ведомство министерства ЖКХ, известный у нас министр, это зона ответственности его, конечно, но солидарно с правительством. Все понятно. Ну что ж, я благодарю вас за интересную беседу. Я думаю, тут две вечные темы, неисчерпаемо подлежат еще дальнейшему обсуждению. Часто жалеешь о том, что в сутках не 48 часов, а 24. То же самое касается и программы. Но время ее ограничено, а концовку закончу ударной цитатой. Если хочешь что-то сказать, говори сейчас. Если хочешь что-то сделать, делай сейчас. Возможно, завтра для этого не будет. Если у вас возникли проблемы, то пишите нам на электронную почту правда, черточка внизу, справедливость73, собакамail.ru Либо звоните по телефону 46-33-08 или пишите на номер в WhatsApp'е 8-905-036-94-00. А на сегодня все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова